Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я хочу снять обзор на фильм «Глубже», который я вчера посмотрел, который мне понравился, и я решил вам про него рассказать, поделиться впечатлениями, ну и объяснить, почему я вам советую его посмотреть. Значит, фильм «Глубже» — это фильм 2020 года, значит, в главных ролях там играют хорошие актеры, там Александр Паль, Любовь Аксенова, Семен Трискунов, хорошие, талантливые, молодые актеры. Но что самое интересное — это сюжет. Начну с того, что это комедия, да, но комедия не пошлая, а умная. Хотя, сейчас я вам расскажу про сюжет, и вам может показаться сначала, что он чересчур вызывающий. По сюжету молодой режиссер работает в театре, но теряет свою работу, не может найти место, где применить свой талант. Он делает такие умные, талантливые, творческие постановки, старается находить какой-то глубокий смысл в том, что делает, и делиться им с людьми. То есть, он такой талантливый молодой режиссер, который не может найти себе применение. То есть, везде его не берут. То есть, в театре он поработал немножко, но его отстранили, сказали, что слишком так умно, слишком глубоко, такое не подходит. Он там потом пытался делать утренники детские, там тоже его таланты не особо оценили. И в итоге он встретился с другом, и друг ему предложил стать режиссером фильмов для взрослых, то есть порнофильмов. То сначала удивился, но думает, деньги нужны, все равно пойду хоть там поработаю. И в этом как раз и заключается весь такой изюм фильма, вот его острота и комедийность. То есть, он приходит к этим молодым порно-актерам, к оператору и начинает пробовать делать сюжет более осмысленным, более таким драматичным. То есть, он спрашивает, вот ты сантехник, ты там, почему вот ты пришел в таком настроении? Расскажи, кто ты? Вот откуда ты? Вот какую телепередачу ты смотришь? Вот кто ты как персонаж? И также он начинает учить девушку. Там вот говорит, вот ты студентка архитектурного вуза. Вот какой стиль архитектуры тебе нравится? Вот какое у тебя было настроение? Вот, а почему между тобой и вот сантехником промелькнула такая искра? Вот попытайся понять это. И вот они начинают делать такие вот сюжетные фильмы для взрослых, в которых актеры играют вот как в серьезных фильмах и в которых есть такие более продуманные сюжеты. И эти ролики начинают набирать популярность, и он становится известным и обеспеченным. Вокруг этого строится сюжет. Если вкратце, без деталей, я думаю, вам понятно. Но чем мне вот помимо комедийности понравился фильм глубже? В нем много хороших монологов, много хороших диалогов, которые не о порнографии, не о фильмах для взрослых, нет. Именно о жизни, о своем вот каком-то, о поиске смысла жизни, о поиске своего предназначения, там, о том, об одиночестве, об отношениях. То есть там много хороших диалогов, которые просто интересно слушать. И о любви в том числе. И в этой комедии лежит еще драма, то есть хороший драматический сюжет, который, так скажем, грамотно дополняет комедийность этой картины. Поэтому мне этот фильм понравился. И в какой-то момент этот фильм становится действительно серьезным. То есть более серьезным, особенно в конце фильма. Не буду спойлерить, да. Но там вот, так скажем, такие вот уже, можно сказать, настоящие театральные постановки происходят. С драмой, с любовью. И совершенно уже, тут не хочется смеяться, тут уже как слеза пробивается. То есть мне нравится, когда в фильмах вот есть такие качели. Когда и грустно, и весело, вот, и это сделано талантливо. Поэтому мне этот фильм понравился. И я вам могу его посоветовать к просмотру. То есть поначалу вот именно описание фильма вас может отпугнуть. Ну, режиссер там снимает какую-то порнуху, там чего интересного. Но там вообще это не показано как таковой. То есть там даже нет, так скажем, сильно откровенных кадров. Там больше именно, так скажем, размышления о жизни у людей показаны. И это здорово. Поэтому я вам советую посмотреть фильм глубже 2020 года. И я думаю, что он заставит вас даже немножко задуматься о чем-то. Вот такой вот хороший фильм. И я решил им с вами поделиться. И в дальнейшем тоже я уже делал обзоры на фильмы. Поэтому, если вам нравится, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий, чтобы я снимал больше про кино, про сериалы, вот, про эту область искусства. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok